Всем привет! С вами Сергей Степанов. Друзья, мы продолжаем наши репортажи со спортивных мероприятий. И снова автоспорт, на этот раз трофи-рейд. Мы находимся в Уваровском районе, в деревне Перевоз, известная байдарочникам, потому что часто они отсюда именно отправляются. И здесь лагерь спортсменов, которые привозят сюда свои автомобили. На них не принято ездить по таким трассам обычным дорогам, потому что специальная резина, она быстро изнашивается на асфальте. Она дорогая довольно для того, чтобы так ее истреблять. Поэтому профессиональные спортсмены привозят свои автомобили на эвакуаторах или на специальных трейлерах. Это не такой дешевый спорт, как казалось. Ну, вот такие автомобили тоже здесь есть, которые просто собраны умельцами. Это специальный такой класс Абсолют, вездеходы, у которых ограничения только по размеру рамы. А все остальное нашпиговывают они сами. И, конечно, смотреть за этим крайне интересно, как они преодолевают водные, например, препятствия, которые я не думал, что их можно на автомобиле, не застряв, просто так преодолеть. Продолжение следует... Продолжение следует... Какое настроение там? Отличное, боевое. Вы посмотрели, как те стартанули? Как у вас шансы-то? Я думаю, лучше пройдет. Лучше даже? Вообще, это не нужно. Так что, я вроде с вами. Да. Уже все просто как танки. Вы в этом сезоне уже стартовали где-то? Да, в Тамбове первый этап, в Воронеж первый этап. В Воронеж удачно, Тамбов не очень. Ну и как сейчас у Варова тоже на полу? Настроение как? Настроение отличное. Эмоций очень много. Надежды тоже много. Вы же знаете, что это за трасса? Здесь первый раз на этом месте. Мы посмотрели, как стартанули вот эти вот танки? Очень бодро прошли ТР-2, ТР-3. Мы надеемся пройти дальше. Получается, стартует сначала абсолютно, то есть ТР-2, ТР-3 объединенные. Дальше стартует через каждую, получается, под категорией, через 10 минут стартует ТР-1. Вот в данной ситуации сейчас они будут стартовать. Практически осталось считанные секунды. Вот и пошли. Дальше будут стартовать у нас категория ТРС. Те, которые безлебедочные, но подготовленные автомобили. Нивы, УАЗики, но те, что без лебедок. Ну и полироль, соответственно, дальше через 10 минут им такой, конечно, брод не будет. Полироль это обычный? Обычный, да. Просто заводской автомобиль, который без подготовки всякой. Второй этап чемпионата. Тамбовской области участвует 44 экипажа. Из них, получается, ТР-1 10 экипажей, ТР-2 5 экипажей, плюс экипаж абсолютный. Это одна гонка, просто у них свои спецучастки. У каждой из категорий свой спецучасток. И они едут по своему спецучастку. А каким образом доказательства вы получаете, как судьи, что люди именно там... Фотофиксация, строгая фотофиксация. То есть рука, рука, рука на точке, на табличке, на которой написан номер. И вторая рука к неотъемлемой части автомобиля. То есть там дверь, на которой там номер. Или, например, виден регистрационный номер, либо номер экипажа. Ну, я участвую с 2002 году. Да, закончил карьеру где-то в 2011 году. Ну, до сих пор продолжается. До этого еще, наверное, ралли-фэмили. Я помню, что... Ну, это до 2000-х годов точно. Это 98-й или 99-й год. Ну, такой профессиональный спорт? Или это спорт таких любителей? Уже профессиональный. Уже профессиональный, да. Но есть категории, которые профессиональные. Это категория ТР-1, ТР-2 и абсолютная. И есть вот любительская ТРС и туризм. Но они одновременно, то есть... Да. Это отборочный этап чемпионата России. Это именно отборочные, то есть в которых получают там первые три машины, получают звания и получают разряды. И, естественно, могут отобраться на чемпионат России. И будут участвовать в чемпионате России. Все счастливы. Пока не было никаких таких вот отрицательных мнений. Все нормально. И чем труднее, тем интереснее? Я думаю, да. Чем дольше будут находиться люди в гонке, тем будет интереснее для них. Но это вообще так и работает, да? Да, это именно так и работает. Мы тут уже! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, так тонко сегодня? Отлично. Вот поломались бы тебе, пропусили вперед. А что сломалось? Виска муфта развалилась. В общем, эти. Починились быстро? Как с собой была, сроду не подумал, что она будет, но была. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давно участвуете в таких соревнованиях? Уже лет, наверное, 7. Не устали? Ну, усталость есть, затягивает. Ну, да. Вроде все, каждый год. Все, последний год гоняем, все, все. Может, не будем. Начинается весна, еще заново. Хочется. Да, да. А что такого интересного? Ну, ведь это сложно. Это же нужно все время в грязи, там, лазить. Все-таки на первом месте спортивный интерес. А во-вторых, у нас вот мы все ездим в основном, ну, как люди знакомые. Вот, это общение. Собираемся вечерами. Самое интересное, это вот, когда мы приезжаем в пятницу, сборы. Все общаются, все рассказывают, там, показывают, там, я сижу. И это новый посадок, у меня там такой ништячок, и вот самый такой интересный. Ну, естественно, год, когда мы сейчас стоим, вот, все конкуренты в одной точке собрались. Все, все довольны, все счастливы. Пошли в грязи. А вообще спорт такой дорогой, или, в принципе, может себе позволить? Это, как бы, дороговатый спорт, да. Это вот мы с братом, на двоих, и тот тяжеловатый. Ну, эту машину нужно содержать, все время ремонтировать, все время в нее вкладывать. Постоянно, потому что после каждой гонки это постоянные поломки, это замена масла, ну, и все вытекающие из этого впоследствии. Ну, а в жизни это нужно как-то, бывает? Уже не страшно в грязь въехать? Ну, уже понимаешь, да, стоит лезть, не стоит, даже на обычном, каком-нибудь, недорожнике, уже понимаешь. Ну, какие у вас сегодня шансы? Ну, шансы, как бы, здесь больше 50% это удача. Вот сейчас мы одним из последних идем, но на трассе может случиться все, что угодно. То есть, самый лидер может прямо перед финишем застрять, коломаться, и... То есть, гонка непредсказуемая. Больше 50% это удача. Правильно. Ну, что ж, пожелаем удачи всем спортсменам, любителям, профессионалам автоспорта. На самом деле это довольно интересно, забавно и захватывающе, даже затягивающе порой, как в болото. И люди, которые начинают этим заниматься, им трудно остановиться. С вами был Сергей Степанов. Всем спасибо. До встречи. Пока.